Здравствуйте! Вы смотрите новости Верхниками. Я в студии Мария Коноплёва. И вот о чём мы расскажем вам сегодня. Кто в ответе за льдину? Напомним, в начале февраля глыба льда сорвалась с крыши одного из домов по улице Челюскинцев и, разбив окно, влетела в квартиру. Кто будет возмещать хозяину жилья, причиненный ущерб? Техника безопасности хромает. На стройплощадке микрорайона Любимов приставы запретили работу башенных кранов. Проверяющие выявили множество нарушений. Масленичные развлечения. С понедельника стартует праздничная масленичная неделя. Горожан приглашают принять участие в тематических конкурсах. Сегодняшняя оттепель стала причиной коммунального ЧП. Ледяная глыба, сорвавшись с крыши дома по улице Ломоносова, 35, оборвала газовую трубу. На месте аварии побывала наша съёмочная группа. Сейчас мы находимся на месте происшествия Ломоносова, 35. Всё случилось около 4 часов дня. Огромная глыба льда упала прямо с крыши на газовую трубу, которая проходит между домами. Тут же на место выехали специалисты, перекрыли газ. Однако прошло полчаса, а здесь до сих пор чувствуется сильный запах. Ещё через некоторое время кусок трубы срезали и приготовили новый для сварки. Газовые коммуникации на Ломоносова, 35, обслуживает компания «Газпром газораспределения Пермь». Восемь домов отключены от газоснабжения. Поскольку газопровод идёт транзитный по всем восьми домам, то есть отключающей секционной задвижкой было отключено восемь квартирных домов. Когда газ восстановят? Сегодня. Жители дома утверждают, такое здесь не в первый раз. В прошлом году было. Но тогда только трубу порвало. Ой, не порвало, а прогнуло. Ну тоже газовики приезжали, газ отключали. А в этом году вот полностью оборвало всё. Глыбы льда действительно огромные. Крышу никто не чистит. Дом номер 35 Поломоносова находится в непосредственном управлении жильцов. Договор подряда по содержанию здания заключён с компанией «Наш город». Однако в самом договоре услуги очистка кровли почему-то нет. Когда с домоуправлением, вот как мой дом или как заключили договор, они крышу сказали, мы чистить не будем. Только вот будем, вот сейчас крыльцо почищат. Почему в управляющей компании отказались оказывать эту услугу? Сегодня ответ на этот вопрос мы не получили. Управляющая компания находится в соседнем доме. Однако там в момент съёмок рабочий день был закончен. Как могли чистку кровли не включить в список обязательных работ? Кто в таком случае должен сбивать ледяные глыбы? И выполнит ли специалисты своё обещание отдать газ сегодня? Об этом мы расскажем уже в завтрашнем выпуске новостей. Евгения Акшарова, Степан Некрасов, Новости Верхникаме. Юридическая консультация уже завтра в полиции. Ответят на вопросы граждан. Попасть на приём юриста можно совершенно бесплатно с 16 до 18 часов. На пятилетке 13. Предварительная запись не нужна. Бесплатные юридические консультации начали проводить ещё в сентябре прошлого года. Приёмы стали хорошей традицией помощи гражданам. Обратиться за консультациями к юристам можно с совершенно разными вопросами. От элементов и нарушения прав детей до сфер ЖКХ исполнения судебных предписаний. На юридической консультации могут рассказать и о социальных гарантиях и особенностях работы в полиции. В рамках проекта клиника бесплатной юридической помощи жителям города Березники оказывается бесплатная юридическая помощь по организации деятельности органов внутренних дел. Бесплатная консультация проводится на регулярной основе, то есть ежемесячно. И оказывается с начала сентября 2019 года. В феврале консультация пройдёт 19 числа, то есть уже завтра с 16.00 до 18.00 на пятилетке 13 в кабинете номер 80. А если вы не сможете попасть на приём в феврале, информацию о мартовском приёме можно будет посмотреть на сайте администрации города в разделе «Безопасность. Правопорядок». Строительство домов в жилкомплексе «Любимов» вновь привлекло внимание проверяющих органов. Во время осмотра башенных кранов обнаружились серьёзнейшие нарушения. Приставым исполнителям по решению суда пришлось приостановить работу нескольких башенных кранов. Продолжит Сергей Калиник. Падение башенных кранов в наше время не редкость. Основные причины – грубые нарушения требований промышленной безопасности. Как раз во время проверки строительства жилого комплекса «Любимов» Ростехнадзор выявил такие грубые нарушения. Из нарушений машинист должен постоянно осматривать металлоконструкции крана и электрокабель. Но из-за загромождения строительным мусором и посторонними предметами у основания это было сделать невозможно. На грузоподъёмных машинах нет табличек с заводскими номерами и массой, на которую они рассчитаны. Нет информации о техосмотрах. Обракованные детали не отсортировывались и не убирались в сторону. Например, неисправные стропы. Также бетонные основания были установлены без водоотвода. Там могли скопиться грунтовые воды. Ещё из нарушений отсутствовало заземление. Неправильно работал ограничитель грузоподъёмности, который в случае с перевесом должен был автоматически отключить кран. Вдобавок ко всему, у машинистов не было удостоверений по электробезопасности, подтверждающих допуск к работе. Нарушения были выявлены ещё в конце прошлого года. Ростехнадзор потребовал срочно прекратить эксплуатацию опасных кранов. Но это не было сделано. Затем в Перми прошёл суд. Судья дал указание приставам-исполнителям опечатать краны. Так как они несут угрозу не только для строителей, но и для случайных прохожих, жителей микрорайона. В отдел поступило поручение об административном приостановлении деятельности двух башенных кранов за многочисленные грубые нарушения, представляющие угрозу жизни и здоровью людей. Судебный пристав незамедлительно был осуществлён выезд по месту нахождения кранов, было произведено опечатывание, наложены пломбы и была приостановлена деятельность сроком на 90 суток. Грубые нарушения выявили у компании управления механизацией. Она предоставляет башенные краны в аренду и занимается их обслуживанием. Краны, которые были установлены на площадке, сейчас демонтируют. Договор аренды прекращён. Заказчик строительства жилкомплекса «Любимов» Корпорация развития Пермского края тут же ответила нашей телекомпании. Далее цитата. Все краны, которые на данный момент эксплуатируются на площадке, соответствуют всем необходимым строительным требованиям и нормам. Конец. Цитаты. Эти нарушения должны заставить контролирующие органы провести ряд других проверок. А вот застройщикам стоит быть внимательнее и не экономить на безопасности. Сергей Коленик, Степаник Красов. Новости Верхниками. И в продолжение темы неочищенных крыш. Управляющие компании продолжают отказываться от старых домов. А найти им замену непросто. Время идёт, проблемы копятся. Например, в доме на Челюскинцев 60А, где глыба разбила окно в квартире. В нашем следующем сюжете мы расскажем, кто должен нести ответственность за причинённый ущерб. Кадры происшествия появились в сети в начале февраля. В квартиру Алексея Ракова упала глыба льда и разбила окно. На тот момент хозяина не была дома. Ему позвонили соседи, когда увидели, что сосуля торчит из его окна. Сосулька где-то метр длиной раскололась на три части, диаметром сантиметров 20. Как бы всё тут лежало, горшок тоже на полу лежал, всё разбито, стекло по всей кухне. Соседи и сам Алексей рассказывают, что домом никто не управляет. В мае управляющая компания обанкротилась, а новую до сих пор не нашли. Жильцы сами нанимают трактор, чтобы расчищать территорию, а крышей никто не занимается. Без управляющих компаний до сих пор остаются десятки домов в городе. Что делать, если снег с крыши повредил имущество или нанёс вред здоровью? Специалисты говорят, чётких указаний в законодательстве нет. Но есть несколько вариантов, кто должен отвечать за дома. Первый подход заключается в том, что предыдущая управляющая компания отвечает за дом до тех пор, пока не будет найдена новая управляющая компания. Второй подход заключается в том, что если был проведён конкурс и не найдена управляющая компания, которая будет заниматься домом, то отвечать за дом начинает муниципалитет. Вот горожане и столкнулись с вопросом, как разрешить такие коммунальные споры, когда управляющей компании у дома нет. Стать первопроходцем предстоит Алексею, который сейчас собирает документы для возмещения ему причинённого ущерба. Но окно не сделал. В ближайшее время планирую заменить на стеклопакет, потом с претензией обращаться в администрацию. Но если в администрации мне не дадут должного ответа, придётся идти в суд, выяснять, кто вообще должен за это отвечать. Администрация свою позицию выразила в ответе на наш официальный запрос, который мы направили сразу после съёмки первого сюжета. В отсутствие управляющей компании все работы по содержанию дома осуществляются собственниками самостоятельно с привлечением специализированных организаций за счёт собственных финансовых средств. Таким образом, администрация города не несёт ответственности за сход с крыши льда и снега. В прокуратуре поясняют, если в доме нет управляющей компании, это не значит, что жильцы не отвечают за общее имущество. Да, администрация должна найти новую организацию, но следить за порядком всё-таки должны жильцы. Однако, кто несёт ответственность за ущерб, здесь однозначного ответа нет. Поэтому выяснять, кто прав, а кто виноват, придётся в суде. Если сейчас жильцы хотят обратиться за возмещением ущерба, то им необходимо обратиться в суд и указать всех лиц, которых они считают ответственными в данной ситуации. А уже суд будет непосредственно рассматривать дело по существу и определять, кто виноват. Потому что в каждом конкретном случае ситуация может быть абсолютно разной. Таким образом, Алексею нужно подавать в суд не только на администрацию города, но и на предыдущую управляющую компанию, в данном случае благо. То есть проработать сразу два варианта, как сказал юрист. А жильцам других домов лучше не допускать подобных ситуаций, по возможности, пока не найдётся новая управляющая, следить за домом самостоятельно. Елена Силакова, Степан Некрасов и Дмитрий Воронушкин. Новости Верхнекомья. Тем временем сотрудники прокуратуры и ГИБДД провели совместную проверку. Они посмотрели, как убираются улицы от снега. Особое внимание уделили пешеходным переходам у школ и детских садов. По всему городу нашли массу нарушений. Столько, что всё не сосчитаешь. Замечания все однотипные. Дорожники не убирали снежные валы. Не посыпали тротуары, из-за чего образовывался гололёд. Также в список нарушений внесли плохую видимость для водителей при выезде со второстепенной дороги из-за неубранных сугробов. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения нормативного состояния дорожного поводна в зимний период времени. Кроме того, нарушения выявлены также при очистке тротуаров и пешеходных переходов. По результатам выявленных нарушений в адрес администрации города Березняки и муниципального бюджетного учреждения спецавтохозяйства города Березняки внесены представления об устоянии нарушений закона. Со всеми замечаниями прокуратуры представители администрации согласились и пообещали устранить их в ближайшее время, то есть очистить город от снега. По закону на это есть 30 дней. В администрации также решили, что стоит выделить спецавтохозяйству дополнительные деньги из бюджета, чтобы те лучше справлялись с очисткой дорог. Посмотрим, повлияют ли такие меры на улучшение ситуации. Если вы знаете, что где-то коммунальщики забыли почистить дорогу, позвоните диспетчеру спецавтохозяйства по телефону 290-740. К слову, жалобы на уборку дворов принимаются в управлении городского хозяйства по телефону 26-22-37. Можно написать о проблеме и на портале «Управляем вместе». Сейчас сделаем небольшую паузу и сразу продолжим. Не переключайтесь. Российские банки смогут отказывать в выдаче кредитов гражданам, получающим серые зарплаты. В Пермском крае продолжается отстрел волков для сокращения их популяции. Об этом и не только расскажем в рубрике «Новости. Коротко». Россиянам с серыми зарплатами откажут в кредитах. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что банки начнут отказывать россиянам, получающим серые зарплаты, в выдаче потребительских кредитов или будут предлагать им более высокие процентные ставки. Кредиты могут стать менее доступными для россиян с неофициальными зарплатами из-за законопроекта Центробанка, разрешающего банкам пользоваться данными налоговой службы о заемщиках. Напомним, с прошлой осени российские банки при оформлении кредита должны рассчитывать для заемщиков показатель долговой нагрузки. Такое правило было введено, чтобы простимулировать банкиров чаще отказывать рискованным заемщикам. В Пермском крае на прошлой неделе охотники добыли 15 волков. Как сообщает Минприроды Пермского края, в Чусовском районе отстреляно 5 волков, в Ильинском и Суксунском районе добыто по 3 волка, в Чердонском и Большесосновском – 2 особи волка. Сотрудники охотничьих хозяйств мониторят передвижение хищника. По каждому случаю появления волков проводятся проверки. Отстрел хищников проводится для регулирования численности охотничьих ресурсов. Всего с начала года добыто 74 волка. Жителям напоминают, что при обнаружении следов животного в первую очередь необходимо звонить охотинспектору вашего района. Декорации фильма «Сердце Пармы» в Губахе станут частью туристического маршрута, который будет открыт в 2021 году. На месте декораций планируется обустроить смотровую площадку. Строительство исторических объектов для съемок фильма «Сердце Пармы» по роману Алексея Иванова началось в 2018 году. В качестве декорации были установлены 84-метровая деревянная крепость, храм, кельи, монастырского холма, а также княжеская барка, представляющая собой 20-метровое судно весом около 10 тонн. По внешнему виду она полностью соответствует древнерусским судам 15 века. Новости коротко подготовил Андрей Фадеев. Близится 23 февраля и трехдневные выходные. Отдыхать мы будем в субботу, воскресенье и понедельник. И многие хозяйки уже думают, как накрыть праздничный стол для своих защитников. В этом вам поможет рыбная лавка «Рыбак Камчатки». Об этом наш следующий сюжет, в котором один из лучших поваров города даст свой фирменный рецепт. Смотрите внимательно. Конечно же, визитная карточка Дальнего Востока – это наша красавица Чавыча. Самая вкусная и полезная рыбочка. Консультант рыбной лавки Татьяна Воловик знает, о чем говорит. Рыба Чавыча пользуется небывалым спросом среди покупателей. Оно и понятно. Средняя особь вырастает до метра в дыну, но бывает и трофеи по метр восемьдесят. Вкус ее мяса не сравним ни с каким другим. Рыба жирная, но ее мясо легко усваивается. И эта рыба – рекордсмен по содержанию омега-3 кислот. Рыбная лавка предлагает ее слабосоленую, копченую и свежемороженую. Оценить качество Дальневосточной Чавычи мы предложили мастеру, шеф-повару лаунж-кафе «Чаша» Кириллу Городнову. Качество рыбы обалденное. Рыба превосходная, цвет превосходный, жирность умеренная, хорошая. Сейчас будем готовить. А готовить Кирилл намерен тарталетки с Чавычей, творожным сыром и авокадо. Смотрим внимательно, как делает это профессионал. Кирилл разделывает рыбу и нарезает ее на тоненькие кусочки. Авокадо повар чистит и нарезает кубиками, кладет их в глубокую миску. Дальше самая интересная операция, которая придаст тарталеткам нежнейший вкус. Авокадо нужно размять. Есть несколько способов все авокадо размять. Можно, конечно, блендером, это даже будет проще. Но используем домашний вариант, когда блендера нет. Используем вилку. Выдавливаем достаточное количество сыра кремета. И начинаем разминать. После полученную массу Кирилл выдавливает в тарталетки. Дома вместо кондитерского мешочка можно использовать простую ложку. Сверху выкладываем нашу чавычу. Красота! Тарталетки готовы! Почему мы использовали здесь авокадо и сливочный сыр? Потому что авокадо совместно с сливочным сыром придает особенно нежный вкус рыбе. От этого она становится вкуснее. Напоминаем, рыбу для тарталеток мы взяли в любимой рыбной лавке. Кстати, в тарталетке вместо чавыча можно добавить кумжу, которую считают ее младшей сестрой. Или нерку – любимое лакомство камчатских медвежат. Выбор хороший, есть что взять. То, что не возьмешь ни в магазине, ни на рынке. Качество. Во-первых, это же морская рыба. Не то, что наша, которую я пробовал. У нас щуку и все прочее. Это, конечно, качественно, жирнее. Мне и много витаминов. Свежесть чувствуется, она нигде не ездила, не размораживалась, не отмораживалась. Прям оттуда с моря и сюда. Вся продукция рыбной лавки «Рыбак Камчатки» коптится исключительно в кирпичных печах, на опилках яблони, ольхи и вишни. «Рыбак Камчатки» привозит к нам не только копченую и слабосоленую рыбу, но и свежемороженую. Посмотрите, в холодильниках и чавыча, и белорыбеца, и палтус, и тунец, и треска, и окунь. Все упаковки прозрачные, так что в качестве свежести можете сами убедиться. Кроме того, так и манит покупателей красная, растыпчатая икра «Чавычи». Рыбная лавка «Рыбак Камчатки» будет гостить у нас до 22 февраля включительно. Вас ждут в ДК Ленина служебный вход. Евгения Кокшарова, Дмитрий Воронушкин, Виталий Третьяков, Лев Сабуров. Новости Верхнекамье. Уже в следующий понедельник по всей России начнется Масленичная неделя, а в Березняках уже начали подготовку к ней. В каких конкурсах, посвященных этому празднику прихода весны, могут поучаствовать горожане, смотрите в следующем сюжете. Когда февраль переваливает за свой экватор, едва ли не каждый горожанин начинает с нетерпением ждать Масленичную неделю. И, конечно же, главный ее атрибут – блины. В этом году парк культуры и отдыха решил подготовиться к масленичным гуляниям и объявил четыре конкурса – детских рисунков, масленичных подделок, гирлянд и кукол. На конкурс «Игрушка-веселушка» нужно сделать поделку из любых материалов высотой не менее 10 сантиметров. А в конкурсе «Моя масленичная неделя» создать рисунок – главное, чтобы он отражал суть праздничной недели. Формат рисунка от А4 до А1. Конечно же, организаторы не забыли и о конкурсе на еще один главный атрибут праздника – масленичную куклу. Кукла должна быть не менее одного метра, но и не более двух метров. Можно сделать из любого материала его, главное, чтобы он был влагоустойчивый. Кукла должна иметь шест с крестовиной для того, чтобы можно было ее установить в сугробе. Да, конечно же, костюм нашей куклы-масленицы должен быть традиционным, русским, народным. На конкурс «Встречаем масленицу» нужно предоставить гирлянду длиной от трех метров. Допускается использование влагоустойчивых материалов. Главные требования – яркость и красочность работы. Не забудьте крепко скрепить материалы, гирлянды между собой. Прием работ для участия в конкурсе и в выставках у нас начинается с 17 февраля по 27 февраля. Заявки принимаем по электронной почте, а также в администрации парка культуры и отдыха, кабинет номер 3, проспект Ленина, 50. Подведение итогов конкурсов состоится также 1 марта во время праздничной программы на главной сцене. Победители ждут призы и дипломы. Напомним, масленичная неделя в этом году начнется с 24 февраля и продлится до 1 марта. В день финальных гуляний в городском парке проведут конкурс на лучший наряд среди молодых семей березняков «Девочка весна» в трех номинациях. «Малышки от 3 до 5 лет», «Веснушки от 6 до 10» и «Образ для всей семьи». Конкурс мы организуем уже в третий раз. Приглашаем семьи, имеющие детей, девочек, мальчиков к участию. И в номинации «Фэмили лук» может принять участие вся семья, включая пап, братьев, сыновей, бабушек, дедушек. Для конкурса молодые семьи готовят вместе со своими детьми весенние наряды, которые надеваются на верхнюю одежду. Подать заявки на конкурс «Девочка весна» можно до 27 февраля лично в Молодежно-культурно-досуговом центре по адресу Советский проспект, 18 или на электронную почту, которую вы видите на экране. Количество заявок ограничено. Кристина Придеина, Дмитрий Воронушкин. Новости верхниками. На базе спортивной школы «Летающий лыжник» прошло первенство Пермского края по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью. У каждого из зрителей на секунду замирает сердце в момент, когда юные лыжники отрываются от трамплина и словно птицы парят в воздухе. Эта непередаваемая любовь к свободному полету, приправленная адреналином и соревновательным духом, собрала в минувшее воскресенье аж 80 спортсменов со всего Пермского края. Они состязались в двух направлениях – прыжки с трамплина и лыжное двоеборье. К нам приехали соревноваться 80 участников из городов Пермь, Чайковский, Пермский край, Сылва, Ильинск, Лысева, Кудымкар. Возраст участников от 7 до 20 лет. Самые маленькие участники с 7 до 9 лет покоряют пятнашку – так называемый 15-метровый трамплин. Следующий по высоте трамплин – 25 метров. На нем состязаются ребята чуть постарше. Березняковцу Максиму Коханову – 10. Лыжами он занимается чуть больше трех лет, но уже успел принять участие в более чем 20 соревнованиях. Мне очень нравится заниматься. Мы недавно ездили в Чайковский, в Пермь и в Кудымкар. Там тоже участвовал. Как ты считаешь, как ты судьбил? Ну, нормально. Сколько у тебя попыток было? Три. И какая самая лучшая, Кудымкар? Последняя, третья. Как и Максиму, три попытки предоставляются всем участникам. Первая пробная и две в зачет. На этих соревнованиях у нас проходят два вида спорта. Это прыжки с трамплина и лыжное двоеборье. В прыжках с трамплина спортсмен выполняет два зачетных прыжка, а в двоеборье идет только первый зачетный прыжок. Оценивается длина прыжка, также оценивается техника. Сама красота полета визуально. После того, как все попытки в прыжках использованы, ребята идут готовиться к лыжной гонке. В зависимости от возраста их ждут дистанции в 2, 3 и 5 километров. Старт происходит по системе Гундерсена, то есть очки, заработанные спортсменами во время прыжков с трамплина, пересчитывают в секунды. И от этого будет зависеть стартовое место лыжников гонки. Ксюша Пономарева – наша землячка, победительница всероссийских соревнований по прыжкам с трамплина. Однако в этот раз немного волнуется. Я к прыжкам не очень готова. Ну я из-за школы ходила в школу, экзамены сдаваясь скоро. Много пропускала тренировок. Ты давно занимаешься? Ну да, лет 5. А страшно судьбе? Первый раз страшно, конечно, было. Ксюшина волнение оказалось напрасно, ведь по итогу прошедших соревнований она взяла золотую медаль в прыжках с трамплина и серебряную в двоеборье. А юному Максиму Коханову вообще не нашлось равных. Он завоевал золото в обеих дисциплинах. Всего березняковские ребята заработали 11 медалей. Не остались без победных мест и спортсмены из других городов. Копилки каждой сборной, приехавшие на первенство, пополнились заветными наградами. Желаю дальнейших побед юным лыжникам. Влада Фельская, Степан Некрасов. Новости верхниками. Сегодняшняя оттепель подсказывает нам, что весна уже не за горами. Это повод задуматься над обновлением своего внешнего образа. Для милых дам в ДК Металлург завтра откроется выставка продажа стильных пальто и ярких весенних курток. Весна для дам – самое благоприятное время, чтобы наконец-то снять зимнюю одежду, надеть красивые и яркие пальто и куртки. А чтобы чувствовать себя на высоте, необходимо правильно их подобрать. На выставке продажи «Пермская ярмарка» точно знают, как правильно подобрать верхнюю одежду так, чтобы она была модная, красивая и отлично сидела на любой фигуре. Ведь не секрет, что когда вокруг все распускается и светет, каждая женщина хочет выглядеть стильно и женственно. На «Пермской ярмарке» вы без проблем сможете найти подходящий размер, цвет или фасон. Будете чувствовать себя уютно и комфортно в пальто из драпа или из качественных плащевых тканей. Ощутите легкость в удобных куртках. Подберете модель на пуговицах или на молнии. Ну и, конечно, дополните свой образ красивыми шарфами и головными уборами. Ну а если хочется все и сразу, то можно оформить как рассрочку, так и кредит. Нужен только паспорт. Приходите и сами во всем убедитесь. 19-20 февраля с 10 до 18.00 ДК «Металлург», город Перезники. Делайте новости вместе с нами. Снимайте эксклюзивное видео городских происшествий или интересных событий. Присылайте нам и становитесь мобильным репортером программы «Новости Верхникамья». Мы ждем ваших сообщений в нашу группу ВКонтакте и на электронную почту tnt.news.ru или по телефону 43-17-11. Автор лучшего ролика недели получит в подарок сертификат на ужин в ресторане номиналом 2000 рублей. Это были главные новости Верхникамья. Смотрите нас в нашей группе ВКонтакте и на канале Верхникамья ТВ. Далее вас ждет прогноз погоды. С вами была Мария Коноплева. Всего доброго и хороших вам новостей. Спонсор прогноза погоды – рыбная лавка «Рыбак Камчатки». С 17 по 21 февраля в ДК имени Ленина вас ждет большой ассортимент дальневосточных морепродуктов. Попробуйте, вам точно понравится. Спонсор прогноза погоды – автосалон «Лада» «Березники». Ближе – значит лучше. Покупай автомобили «Лада» в «Березниках» у официального дилера на «Ленина 31А». Спонсор прогноза погоды – выставка продажа меда от компании «Сандалов». Акция «Мед с прополисом» – цена 395 рублей за килограмм. 19 февраля в Пермском крае синоптики прогнозируют пасмурную погоду, пройдет снег. В Александровске – плюс 1 градус. В Кизеле – около 0 градусов, в Соликамске – плюс 1. В Березниках в среду температура воздуха ночью – плюс 1 градус, в дневные часы – также плюс 1. Атмосферное давление – 737 мм ртутного столба, ветер юго-западный – 4-5 метров в секунду. 19 февраля солнечная активность слабо возмущенная, геомагнитное поле неустойчивое. Что ты рисуешь? Двери дома! Правильно, дом начинается с дверей, а наш – с дверей Аргус. Сейф «Двери Аргус» – акустическая перегородка и замки сейфового типа. Тихо и безопасно в вашем доме. «Двери Аргус» – только в салонах «Кудесник». Только с 17 по 21 февраля дальневосточные морепродукты. Чивуча, Кижуч, Красный Крад, производители рыбак Камчатки. Город Березники до Каленина, улица Ленина, 50. С опытом приходишь к выводу, что отечественный автомобиль может быть очень современным. Не надо далеко ехать за новенькой «Ладой». Можно вообще не ехать. До салона «Лады Березники» можно дойти, а из салона уже уехать на своем автомобиле. Полный модельный ряд. От доступной гранта до дерзкой «Веста Спорт». Включая версии «Кросс», которым вы будете так благодарны на наших дорогах. «Лады Березники». Мы рядом, значит лучше. С 14 по 23 февраля в БК «Металлург» мед от компании «Сандалов». Товар месяца «Мед с прополистом». Скидка 40%, цена 395 рублей. Действуют в любившейся акции, вас ждут новинки и подарки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова